Торжественная церемония по случаю прибытия эстафеты огня пламя мира вторых европейских игр 2019 года состоялась на белорусско-польской границе в пункте пропуска Варшавский мост. Огненная эстафета стартовала 3 мая в Риме в сопровождении байкерского клуба, который уже преодолел большой путь через всю Европу позади более 7 тысяч километров. Перед выездом мы очень четко понимали, что задача, которая стоит перед нами, она достаточно непростая. В качестве цели, которую ставили ребята для себя, нашим клубом, это была, конечно же, популяризация самих европейских игр. Встречали нас везде очень тепло и к нашему большому счастью, наверное, можно сделать вывод и поделиться тем, что практически все европейские партнеры, все европейские страны, они знают нашу страну как самую красивую, как самую миролюбивую в Европе. Проведение вторых европейских игр 2019 года – знаменательное, масштабное и поистине историческое событие для нашей страны. Достойно организовать соревнования, также представить участникам и гостям. Весь белорусский колорит – основная задача организаторов. У эстафеты важная миссия – объединить всех жителей страны и показать, что спорт – залог процветания любой страны. Мы готовимся к тому, чтобы вся инфраструктура, все те службы, которые задействованы, они действительно слаженно, эффективно функционировали. И мы показали нашу страну во всей ее красе, гостеприимстве. Наша национальная белорусская кухня должна удивить, чтобы иностранные гости, которые приедут с Европы, им еще больше и больше хотелось сюда вернуться к нам в страну. У нас огромный туристический потенциал. Ну и мы надеемся, что все то, что мы делаем, это для нас огромная школа. Я имею в виду и для спортивных наших объектов. Это дополнительный стимул, дополнительный экзамен продемонстрировать лучшие свои возможности. Факелоносцы у белой молнии нашей страны. Юлия Нестеренко выпала честь первой пронести зажженный факел эстафеты вторых европейских игр. Начиная со стен Брестской крепости, был дан старт маршруту движения по центральным и значимым улицам областного центра, чтобы привлечь внимание жителей к мультиспортивному форуму. Город Брест первым принимает огонь, который символизирует собой не войну и разрушение, а мир и созидание. Для нас, города, который празднует в этом году тысячелетия, это особая честь. Желаю организаторам европейских игр удачи, белорусским спортсменам только побед. Ярко, насыщенно и незабываемо. Только такую характеристику можно дать первому дню белорусского этапа эстафеты, в котором приняли участие звезды белорусско-российской эстрады и олимпийские чемпионы. Незабываемые минуты останутся в их памяти навсегда. В завершении дня праздничный концерт на Центральной площади. Я уверен, что вторые европейские игры дадут нам возможность вспомнить, какая страна у нас есть, какая у нас она цветущая и процветающая. И уверен, что вот эти вторые европейские игры для всех нас оставят свой положительный отпечаток. Пройдя по территории семи стран, пламя мира объединило людей разных национальностей и возрастов с желанием укреплять мир, дружбу и взаимопонимание. Второй день культурно-развлекательной программы эстафеты огня «Пламя мира» оказался не менее насыщенным и продуктивным. Факелоносцам был предложен интересный маршрут. Современное спортивное сооружение – Брестский областной центр Олимпийского резерва по гребле, конно-спортивный центр унитарной предприятий «Гефесттехника», а также территория Брестского государственного технического университета. На вторых европейских играх я буду представлять нашу страну в гребле на Байдарках-Хиконое на дистанции тысячи метров и пять тысяч метров, где будут в максимальной форме и с таким эмоциональным подъемом, как сейчас. Всем детям, которые занимаются спортом, желаю веры в себя, больших спортивных результатов. Очень приятно и волнительно одновременно, что я у себя на Брещене нахожусь, на родной области, и именно одним из первых держу в руках победный огонь. На европейских играх я буду болеть за наших спортсменов, вне зависимости в каких дисциплинах. Я желаю нам боевого духа, я желаю побед и новых, таких же грандиозных, масштабных событий, чтобы наша страна принимала гораздо больше. Вторые Европейские игры-2019, которые будут проходить в городе Минске в течение 10 дней, на 12 спортивных объектах уже не за горами. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Болеем за наших!